МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новостей дня в студии Максим Самойлов. О главных событиях этой пятницы расскажем прямо сейчас. И вот лишь некоторые темы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Оренбурге ожидается резкое похолодание. Предупреждение от регионального МЧС. 700 тысяч рублей компенсации при ДТП в общественном транспорте. Жительница Орска добилась положенной выплаты. Снова 5 летальных случаев. Новые данные о Федеральном оперативном штабе. Каждый пятый россиянин планирует отправиться в путешествие на новогодних праздниках, где безопаснее провести каникулы. Сбылась мечта еще одного особенного ребенка. История Димы Кузнецова получила продолжение. Очередная победа теннисистов. Смотрите обзор самых заметных спортивных событий. Начинаем выпуск с предупреждения от МЧС. В ближайшие сутки местами по области ожидается резкое понижение температуры воздуха на 10 градусов и более. Ведомстве предупреждают о морозах и рекомендуют населению следить за прогнозом и одеваться теплее. К погоде мы еще вернемся. А пока к другим темам. На трассе Самара-Оренбург произошла смертельная авария. Сегодня утром иномарка на перекрестке не пропустила автобус с людьми. В итоге легковушку отбросила в кювет. Где она загорелась? Водитель погиб на месте. По предварительной информации, пассажиры автобуса не пострадали. Инспекторы ГИБДД констатируют, количество аварий с участием маршрутного транспорта увеличивается. С начала года только в Оренбурге и Оренбургском районе произошло 28 подобных ДТП. Один человек погиб, 41 получил травмы различной степени тяжести. Но не все знают, что пострадавшие могут получить солидную компенсацию. Прецедент создан в Орске. На днях местная жительница добилась от страховой компании возмещения морального вреда. В прошлом году женщина серьезно пострадала в аварии. В момент ДТП она находилась в маршрутной газели. 20 декабря 2019 года на улице Краснознаменной в Орске столкнулись пассажирская газель, форт и бензовоз. Пассажирка одной из маршруток получила различные травмы. Долгое время пострадавшая лечилась. Однако полностью восстановить здоровье до сих пор не удалось. Женщина обратилась к правозащитникам, чтобы получить компенсацию. Вопрос удалось решить во внесудебном порядке. В итоге пострадавшая получила компенсацию в 700 тысяч рублей. Пассажир любого вида транспортного средства при причинении вреда жизни и здоровью или при причинении телесных повреждений в дорожно-транспортном происшествии имеет право на соответствующее возмещение. Возмещение как в виде компенсации морального вреда с непосредственного причинителя, виновника, водителя в частном порядке, так и со страховой компанией в виде страховой выплаты за причиненные вред жизни и здоровью. Размер суммы, которую получат пострадавшие, зависит от степени тяжести причиненного вреда. Даже если человек попал в ДТП не по своей вине и отделался синяками, то он все равно имеет право подать на соответствующее возмещение. Для получения выплаты необходимо собрать полный пакет документов. Подать их нужно не позднее трех лет с момента аварии. Если страховая фирма выплачивает компенсацию не полностью либо отказывается в выплате, пострадавший имеет право обратиться в суд. Судьба здания Оренбургского авиационного училища и создания нового министерства. Сегодня эти темы обсуждались на пресс-конференции с главным архитектором региона. Наталья Ибрагимова ответила на вопросы журналистов. Такие фотографии появились сегодня в социальных сетях. Авторы сообщений говорили, что это возможный проект реконструкции здания Гагаринской ледки. Хотя в региональном департаменте заявляют, к ним подобных разработок не поступало. До сих пор нет инвестора, готова вложить средства в ремонт. Но гостиница тут все-таки будет. Уже готов окончательный проект реконструкции Гагаринской ледки. В ближайшее время он будет опубликован в стратегии пространственного развития Департамента архитектуры области. Это будет гостиница на 153 номера с рестораном и музеем на первом этаже. Функционально это максимально интересное использование, которое можно было бы предложить. И также гостиница это тот вариант использования, который может предложить хорошую экономическую составляющую для инвестора. Потому что, чтобы вложить большое количество средств, их безусловно надо будет потом как-то окупать. Вопросы градостроительства теперь функция нового Министерства архитектуры. Новый орган начнет функционировать с 1 апреля 2021 года. Известно, что там будут работать 36 человек. Третья часть – это действующие сотрудники регионального департамента. Некоторых специалистов пригласят из городской структуры. Дворец творчества детей и молодежи отремонтирован. В учреждении идет последовательная реконструкция. В 2020 году это фойе и гардероб. Изменения стали возможными благодаря сотрудничеству образовательного учреждения и депутатов Законодательного собрания Оренбургской области. Дворец творчества детей и молодежи теперь готов встречать своих воспитанников. Обновленное фойе как будто стало шире и светлее. Цвет выбран не случайно. По словам педагогов, у детей он ассоциируется с легкостью, миром и счастьем. В такое всегда хочется возвращаться. А это новый гардероб. Стойки, вешалки, полки. Их изготовили специально для учреждения дополнительного образования. Совместный такой симбиоз двух депутатов, городских советов, законодательных собраний. У нас есть деньги, выделяемые на социально значимые мероприятия. В рамках них мы уже начали делать. За время, пока 5 миллионов мной было выделено. Ежегодно я выделяю средства. Уже в принципе не представляю, чтобы выделять. Дворец творчества теперь полностью соответствует своему названию. Но на этом работа не завершена. Здание уже несколько десятков лет не видело капитальных ремонтов. Программа сотрудничества с депутатским корпусом законодательного собрания рассчитана на 10 лет. Помощь депутатского корпуса не заключается в первом корпусе. Это один из корпусов, один из 16. То есть два корпуса и 14 объектов. Это достаточно много. И практически на каждом объекте эта помощь депутатов достаточно значимая. Совместно с родителями они помогают нам развиваться, процветать. В прошлом году здесь полностью отремонтировали зал. Сцена, занавес, кресло и даже двери. Все современное и соответствует требованиям безопасности. На этом решено не останавливаться в планах переделка подвального помещения и реконструкция фасада. Здесь уверены, что за несколько лет дворец кардинально преобразится. Ольга Энгельс, Георгий Брулуцкий, Новости дня. Газовики повышают надежность оборудования. В эти дни завершается ремонт факельных сепараторов на трех установках комплексной подготовки газа. О том, как проходят работы высокой сложности, узнали наши корреспонденты. Установки комплексной подготовки газа на Оренбургском месторождении пускались в 70-е годы минувшего столетия. Проектные решения для отечественной газовой отрасли были беспрецедентными. Особые материалы и оборудование мировых производителей с запасом прочности на десятки лет. Этот факельный сепаратор служил с момента ввода промысла. Соответственно, каждый год делалось экспертизы, продлевалось оборудование, потому что качественное, хорошее оборудование. В 2019 году его специализированная организация забраковала и дала рекомендации на ремонт. Принято решение о замене крупных узлов на трех сепараторах, расположенных в разных установках газопромыслового управления. В проведении работ поручено коллективу управления аварийно-восстановительных работ. С руководством была поставлена задача по замене днич-факельных сепараторов. Это один из важных элементов цепочки работы УКПГ. К работам мы приступили своевременно. Новые узлы были изготовлены по индивидуальному заказу. Один из сложнейших этапов – демонтаж габаритного оборудования в условиях действующих коммуникаций. Работа с грузоподъемными механизмами такого-то ножа заставляет обращать особое внимание на разработку проектов производства работ. Вынуждены были врезать дополнительные фланцевые пары для того, чтобы облегчить демонтаж и потом впоследствии монтаж этих трубопроводов обвязки. В условиях пандемии работы велись небольшими бригадами с соблюдением всех требований безопасности. Днище приварено, внутри новый змеевик. Сепаратор готов к установке. Этап подъема сепаратора. Габариты его 8,5 метров. Масса около 3 тонн. Будем совершать подъем. Подъем и установка на место. Управление аварийно-восстановительных работ в составе общества «Газпромдобыча Оренбург» было создано 3 года назад. Работу по ремонту корпусного оборудования с заменой таких крупных узлов, как днище, коллектив провел впервые. С поставленной задачей бригады справились качественно и в срок. Анонимых Денис Арбаев. Новости дня. А теперь к обновленным данным по коронавирусу в области. Снова 5 пациентов скончались от COVID-19. Данные публикует Федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 287 летальных случаев. У 179 человек за последние 24 часа тест показал положительный результат. Если говорить о цифрах в целом, то с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией переболели почти 26,5 тысяч оренбургцев. Выздоровели меньше 23 тысячи. За минувшие сутки больничные листы закрыли 160 человек. С начала недели это самая низкая цифра. Сейчас прервемся. Далее в программе вы узнаете. Каждый пятый россиянин планирует отправиться в путешествие на новогодних праздниках, где безопаснее провести каникулы. Сбылась мечта еще одного особенного ребенка. История Димы Кузнецова получила продолжение. Очередная победа теннисистов. Смотрите обзор самых заметных спортивных событий. Это новости дня. Мы продолжаем. По данным крупнейшей компании онлайн-кредитования, каждый пятый россиянин планирует отправиться в путешествие на новогодних каникулах. В исследовании приняли участие около пяти тысяч респондентов в возрасте от 18 до 60 лет по всей стране. В ходе опроса выяснилось, что более половины участников намерены провести новогодние праздники дома. 26% соберутся на даче и лишь 3% респондентов поедут за рубеж. В путешествие по России планируют отправиться 19% россиян. Самыми притягательными турами внутри страны стали экскурсии в города и тематические программы на север. Россияне хотят съездить в гости к Деду Морозу в Великий Устюг и покататься на лыжах в Дамбайе, что в Карачаево-Черкесии, в Кемеровском, Шерегеше и на Красной Поляне. Среди тех, кто планирует отправиться за границу, большинство хотят посетить Турцию. Примерно 67%. В Абхазию желают отправиться 12%. Еще 8% полетят в Египет и по 5% на Кубу и в Танзанию. Туристам следует отнестись внимательнее к ситуации на валютном рынке. Она меняется каждый день. Актуальный курс основных иностранных валют от Центра Банка России вы можете видеть на своих экранах. И в продолжении темы. Несмотря на то, что некоторые россияне планируют провести отдых за границей, не все задумываются о безопасности и о эпидемиологической обстановке. Накануне Роспотребнадзор заявил, что только три страны из 16, с которыми Россия открыла авиасообщение, соответствуют всем критериям безопасности для туризма. После проверки у специалистов ведомства нет претензий к Сейшельским островам, Танзании и Эфиопии. В этих странах сразу три показателя оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу соответствуют норме. Принимая решение, Роспотребнадзор смотрит на уровень заболеваемости COVID-19 за последние две недели, среднесуточные темпы прироста, объемы тестирования на коронавирус. В норме коэффициент распространения должен быть менее единицы. Четыре страны не соответствуют ни одному критерию. Это Белоруссия, Казахстан, Турция и Швейцария. Стать волшебником просто. На канале ОРТ завершается большой проект, принять участие в котором мог каждый желающий. В течение двух недель мы рассказывали об особенных детях. Они просили у волшебника исполнить их самые заветные желания. И сегодня о том, что чудеса действительно случаются, узнал Дима Кузнецов. Какой подарок принес ему добрый волшебник, смотрите далее. Дед Мороз! Нет, у Дедушки Мороза, давай еще раз. Томительные минуты ожидания. Как в сказке с волшебного третьего раза появляется новогодний волшебник. И как полагается в канун Нового года, не с пустыми руками, а с подарком. Тем самым, о котором так мечтал Дима. Какой ты хотел подарок? Рыцарей. Просто рыцарей? Да. Знаешь, я подумал и решил, что рыцарю нужен настоящий замок. Вместе с Дедушкой Морозом раскрывает такой долгожданный подарок. Но увидеть его Дима не может. Два года он потерял зрение. И как признаются врачи клиника России и Израиля, вернуть его уже невозможно. Теперь весь его мир – это тактильные ощущения. Ощупав руками первого солдатика, эмоции берут вверх. Классно! Улыбка не сходит с лица уже теперь юного полководца. Здесь и Дедушка Мороз не устоял. Вспомнил молодость. Два настоящих мужчины устраивают сражение. Бой идет недолго. Готовы к бою? Да. Защищайтесь, рыцарь. Победил! Мальчик не перестает благодарить своего волшебника. Признается, верил. Маг поможет исполнить заветную мечту. Спасибо, добрый волшебник! Рада и бабушка мальчика. Ведь такие игрушки необходимы для внука. Они позволяют развивать мелкую моторику. А теперь это еще и новые друзья для Димы. Волшебнику сказать спасибо огромное за исполнение его желания. Он будет теперь играть, радоваться. Но он умеет радоваться. Он умеет радоваться. Для него это счастье. Исполнить мечту Димы вызвали сразу несколько телезрителей ОРТ. Но каждый из них посчитал остаться неизвестным. Ведь добрые поступки совершаются не ради славы. Главное, чтобы дети были счастливы. Анастасия Кубаткова, Владислав Горбунов. Новости дня. 18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники ЗАГСа России. История органа записи актов гражданского состояния уходит в начало 20 века. В 1917 году был подписан декрет о создании соответствующей службы. Сегодня ЗАГС в первую очередь ассоциируется с заключением браков. Как повлияла пандемия коронавируса на эту отрасль, расскажем в следующем материале. Вадим и Снежана вместе 5 лет. С первого дня отношений они решили, что свадьбу сыграют именно в 2020-м. В начале года пара подает документы, чтобы расписаться. Правда, торжеству так и не суждено было состояться. Причина – пандемия коронавируса. Очень хотели расписаться в этом году, но в связи с такой обстановкой решили перенести. Потому что мне все-таки, как девушке, хочется пышного торжества, пышной свадьбы, много гостей и большого застолья. В Оренбургских ЗАГСах говорят, что желающих перенести церемонию на более поздний срок немного. Пандемия не сильно повлияла и на количество тех, кто хочет вступить в брак. Но чтобы заключить союз, теперь людям приходится идти на определенные ограничения. Так, например, в некоторых регионах страны действуют строгие правила. Вход в ЗАГС только в масках. Гости запрещены. А самим молодоженам нельзя даже целоваться. У нас таких мер, конечно, жестких не предусмотрено. А молодожены, как и все гости, которые в количестве сейчас по указу губернатора, в количестве 8 человек заходят на регистрацию, приходят в масках и перчатках. Но в процессе регистрации брака, в процессе, когда молодоженам дают свое согласие на заключение брака, они, естественно, целуются без масок. Сотрудники ЗАГСов признаются, что чаще всего инициатива о проведении церемонии принадлежит женщинам. Мужчины, как правило, в этих вопросах спешку не любят. Вячеслав Камп и Константин Воробьев. Новости дня. И к новостям спорта. Теннисисты, факела «Газпром», бронзовые призеры Лиги Европейских чемпионов. В полуфинале Оренбургский клуб уступил дорогу немецкому Саар Брюкину. Я передаю слово моему коллеге, спортивному обозревателю Анатолию Евгеничу. Спасибо, Максим. Российского финала в Дюссельдорфе не получится, будет немецкий. Ибо во втором полуфинале УГМК тоже уступил хозяевам турнира из Барусии. Факел сложил полномочия действующего чемпиона Евролиги. Ну что ж, это спорт. От неудач не застрахованы и главные фавориты. До этого с Саар Брюкиным наши играли 8 раз и неизменно побеждали. Но в последние годы немецкая команда добивается невероятного прогресса. Выигрывает чемпионат страны и кубок ЕТТУ. Матч открывают от нас Фрайтос и у соперника Франциско, который из подающего надежды превратился в одного из лидеров мирового рейтинга и сборной Германии. Упорнейший поединок и после четырех сетов ничья. В укороченной пятой партии удача улыбается Франциске 6-3. Против Самсонова выходит китаец Шан Кун. Его особенно опасались наши тренеры. Соперники обмениваются напряженными сетами 12-10, 9-11. Но далее Кун, подтверждая силу китайской школы, берет две партии подряд. Следом Овчарова играть против неудобного славянца Йоргича. Дмитрий, несмотря на травмированную ногу, демонстрирует свой фирменный теннис и уверенно побеждает славянца. А Фрайтос опять проводит пятисетовый микроматч, на сей раз против китайца. Причем одну из партий выигрывает 11-1. Вновь у португальца тайбрейк. И снова в этой лотерее везет не ему. Сарбрюкин становится автором сенсации и поборется за трофеи. Но о наших упрекнуть не в чем. Новая суперзвезда Лин Юн Джу из-за запрета своей федерации так и не смог сыграть за факел. Да еще и лидер Овчаров серьезно травмирован. В такой ситуации бронза Евролиги дорогого стоит. Оба российских клуба из Германии летят на второй тур чемпионата России в Петербург, где в том числе сыграют между собой. В ближайшее воскресенье баскетболистки Надежда проведут календарный матч российской премьер-лиги дома с дерзким дебютантом Никой из Сыктывкара. В предыдущем туре оренбурженки одержали победу в Подмосковье над Спартой. Игра, ожидавшаяся непростой, таково и получается. Вперед в счете выходит то одна команда, то другая. В третьей четверти хозяйки усилиями своего лидера Левченко зарабатывают преимущество плюс шесть. Но в завершающей громовой отрезке наконец налаживает прицел Шилова. Второй матч подряд отлично играет Лагунова. Надежда выигрывает четвертый период 21-10, весь матч 72-67 и возвращается на привычное третье место таблицы. Хоккей. В чемпионате высшей лиги Южный Урал обменяется матчами с училинским горняком. Традиционные предсезонные спарринги соседей теперь на официальном уровне. Башкирская команда впервые в своей истории забирается так высоко в таблице на седьмое место. Наша на 21-й строчке, но соперников разделяет всего 9 очков. Такая вот плотность розыгрыша. Сегодня игра в Орске. В молодежной лиге сарматы принимают нового соперника Тюменский Легион и первую встречу выигрывают. Настрой оренбуржцев отображается в счете. На четыре наших шайбы сибиряки отвечают единственным голом в середине второго периода. Повторная игра сегодня. У сарматов из-за карантина меньше всех в лиге сыгранных матчей. И нынешний график сверхинтенсивный. Вслед за легионерами на следующей неделе четыре игры с мамонтами и спутником. Анатолий, спасибо. Обзор спортивных событий в каждом выпуске программы. Не пропустите. А сейчас о погоде. Морозы в регион придут ненадолго. Оренбуржцы все-таки дождутся снегопадов. Причина небольшого потепления – так называемая ложбина – зона пониженного давления. Первыми повышение температуры снегопад встретили западные районы. Небольшой снегопад начался сегодня утром. Температура в дневное время держится на уровне минус 5-9 градусов. На восток осадки придут выходные. Там ожидаются умеренные снегопады. В субботу морозы вернутся на запад области. А уже в воскресенье достигнуты и центральных районов. В воскресенье опять у нас температура понизится. И ночные температуры уже будут в пределах минус 23-28. На востоке еще потеплее будет. В дневные температуры будут уже минус 10, минус 15, минус 11, минус 16. То есть в этих пределах. По словам специалистов, причина долгих морозов – сибирский антициклон, который не пускает в наш регион теплый и влажный воздух с запада. Город готовится к Новому году. С каждым днем на улицах областного центра появляется все больше атрибутов приближающегося праздника. Как преобразился Оренбург, увидели операторы ОРТ. Новый год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В связи с выполнением работ на энергообъектах Оренбургского производственного отделения 19 декабря с 10 до 15 часов будет ограничено электроснабжение в Оренбурге по целому ряду улиц С отключений света для жителей областного центра начнется и следующая неделя Будьте внимательны, полный список адресов на вашем экране Кроме того, 21 декабря не будет электричества в поселках имени Куйбышева пригородной Неженко Филиал публичного акционерного общества Россети Волга Оренбург Энерго просит отнестись к пониманиям и заранее отключить электроприборы Также напоминаем, уточнить информацию можно по телефону горячей линии 98 48 48 На этом все Вернуться к обзору событий можно на сайте media56.ru А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях До свидания